То, что казахстанский видеоконтент развивается семимильными шагами в очередной раз, подтверждает масштабное событие под названием «Видеобайга», в рамках которой не только проводится награждение лучших видеоблогеров Казнета, но и обсуждаются текущие тренды с отечественными и зарубежными гостями. В качестве хедлайнеров в этом году были приглашены Макс Плюс 100500 и Стас Давыдов А.К.А. «This is Хорошо». Говорить по-человечески или на камеру? Ура! По-человечески Стас сходу определил, почему по масштабу казахстанский YouTube пока только в начале своего развития. Не хватает просто-напросто большого рынка. То есть в Латвии тоже есть латышскоязычные ютуберы, но проблема в чем? На латышском языке разговаривают носители около двух миллионов человек. Это очень ограниченная аудитория. То есть, честно говоря, все обычно упирается в то, что просто изначальная аудитория небольшая. Причем у ютуберов, в принципе, довольно много препятствий. И мы не только о проблемах с монетизацией, но и о постоянном изменении вкусов потенциальных зрителей. Я 8 лет наблюдаю за изменениями русскоязычного ютуба. В принципе, с самого его начала почти что. Ну, там, вот где-то там он и начался до нынешнего момента. Сейчас платформа, конечно, очень сильно коммерциализировалась по сравнению с тем, что было тогда. Это не хорошо, не плохо. Это просто так, как есть. Это логично, когда что-то становится больше, оно становится коммерческим. Так называемая коммерциализация видеоблогинга приводит к другим последствиям. Люди уже меньше делают каналы просто ради того, что, блин, я сделаю канал, и это будет весело, мои друзья будут смотреть. Они делают канал, потому что, о, там вот можно стать знаменитым и зарабатывать деньги. А вот это немножечко, конечно, меняет контент. То, что контент меняется, заметил и еще один гость, тоже из-за рубежа. «Макс плюс 100500» в видеобайге участвует уже во второй раз и уже сформировал свое мнение касательно того, чего не хватает казахстанским видеоблогерам. Я не смелюсь сказать, не знаю, я бы, по-моему, да вроде, я не вижу, а, да, я не вижу какой-то, типа, недостаток чего-либо. Типа, может быть, есть то, чего здесь, ну, в общем, может быть, что существует то, чего нету на казахстанском ютубе, но все, что есть остальное, оно, в принципе, этим, как бы, оно, оно, блин, как бы так сформулировать? Сложно. Мы согласны, сложно. Но ведь нет ничего невозможного. Соберитесь, Макс. То, что есть, оно, пускай и будет, а то, что, типа, может появиться, я думаю, оно рано или поздно появится. Типа, здесь немножко все по-другому идет. Это как, знаешь, эволюция на другом материке. Здесь по-другому видеоконтент интернетный начал появляться и развиваться. Впрочем, четкое мнение у Макса сформировалось касательно казахстанского видеоконтента в целом. Мы все помним, как ему понравились Джоу Кэтсис и их, прости мироздание, зын-зын. На этот раз список пополнил Жека Фарбелли. Сейчас, типа, вайнеры в ютуб потихонечку переползают. Это прикольно, это интересно, но я бы не хотел, чтобы они забрасывали вайнеры, потому что, ну, типа, у ребят, причем у многих казахских вайнеров прикольные штуки получаются. Причем отмечают зарубежные ютуберы очень многих отечественных блогеров. Правда, по именам каждого не назовут, конечно же. Я не особо углубляюсь, знаешь, я вижу что-то мне, что мне нравится, оно, типа, ну, понравилось и все. Я, типа, не углубляюсь в изучение, типа, кто это, что это за чувак и как его зовут. Я просто натыкаюсь, о, прикольно. И очень часто вижу, что из Казахстана классные вайны. Отметим, что первый этап награждения отечественных начинающих ютуберов уже позади. Имена лучших видеоблогеров казахстанского ютуб будут объявлены 20 декабря в рамках фестиваля на торжественной церемонии. Фестиваль проходит при поддержке YouTube и Genesis Studio, официального партнера видеоплатформы в Казахстане.